Ну вот, получается как-то так, понимаете? Пригожин взлетел и стал тем, кто он есть сейчас, вместе со своим Вагнером. Где-то его становление начало происходить летом. Летом прошлого года на фоне растущих неудач российской военщины, оккупантов на территории Украины. И тогда он, пользуясь правами личного повара, личного доверенного лица Путина. И это очень важно, потому что мы все знаем, что Путин человек параноидального склада характера, который панически боится всевозможных покушений на него. Он может принимать пищу только от самых доверенных людей, которым он верит как самому себе. И вот из этого можно сделать вывод, что таким доверенным лицом стал для него зэк-рецидивист. То есть это говорит не столько даже о Пригожине, сколько о складе характера и психике самого Путина. Так вот, Пригожин мог посещать Путина чуть ли не каждую неделю, и он довел до сознания Путина, убедил, убедил этого идиота, я имею в виду Путина, в том, что в сложившихся условиях спасение, это он Пригожин и банда зэков, которые он соберет под своим крылом, под эгидой Вагнера. И Путин в это поверил. То есть это тоже признак отчаяния, просто полной разрухи в голове у главного кремлевского военно-начальника. Ну, потом, значит, все это вылилось в открытый конфликт, вылилось в Распутничину. Пригожин превратился в современного Распутина, потом у него появился сторонник и близнец-брат по Распутничине, это Кадыров. Ну и в конце концов это вылилось в открытую конфронтацию, на полях битвы, не только за закрытыми дверями где-то в кабинетах, а реально на поле боя между двумя лагерями, между командованием вооруженными силами Российской Федерации и вот этой самопальной группы, которую гусей серых наемников и кадыровцев, которая вот сложилась на полях сражения. Ну и в результате лагерь, бюрократический лагерь, как оно и должно быть, победил. И победил он не просто так убедил в Путина. Я уверен, что это произошло в весьма категорической форме, когда представители высшего генералитета довели до Путина в той или иной форме следующий месседж. Если ты хочешь полагаться на этот сброд, на эту банду, вот можешь воевать с ними. Мы умываем руки. И понял, и Путин сдался. Путин сдался. То есть вот то, что происходит сейчас с Пригожным и с Кадыровым, оно свидетельствует о крушении, фактическом, реноме власти Путина, его авторитета. Акела не только промахнулся, он уже, я даже не хочу говорить о том, что с ним случилось. Акела лежит, дурнопахнущий, и я даже не знаю, в какой степени власть принадлежит ему. И с каждым днём она всё дальше исчезает из его, ускользает из его рук. Таким образом, то, что вот сообщил Институт изучения войны и вслед за ним инсайдер, это колоссальное событие, это свидетельство глубочайшего разлома, что ли, в управлении вооружёнными силами Российской Федерации, даже всей системы. Пахан, он проиграл эту битву, и ещё важный мессис для всех, кто там остался ещё у него в окружении. Помните, они любили этот лозунг, «Мы своих не сдаём», сдают. Вот вам пример. Путин сдал и Пригожина, и Кадырова. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Очередное заявление Пескова о том, что российские цели в Украине могут быть достигнуты только военным путём. Это на фоне того, что счёт потерь за войну уже 200 тысяч убитыми и ранены, по только западным данным. И, собственно, то есть речь идёт о желании Кремля продолжать и решимости продолжать войну, несмотря на рекордные потери со времён Второй мировой войны. И это всё делается на фоне заявлений того же Лаврова и компании о том, что Украина не хочет договоряться, а мы, в принципе, готовы в любой момент садиться и договариваться. Как вы понимаете этот разнобой в месседжах? Я думаю, что и Песков, и Лавров попросту, ну, говоря так, политкорректно, лукавят, да, а попросту врут. И тот, и другой. Ну, или ошибаются, скажем так. Дело в том, что политические цели войны против Украины России не могут быть достигнуты ни военным, ни политическим путём. Военным уж точно. Это я вам могу говорить со всей определённостью. Что касается готовности России сесть за стол переговоров, ну, да, значит, она готова сесть за стол переговоров в любой момент. Но на каких условиях? А на тех условиях, которые совершенно неприемлемы для Украины, поскольку означают согласие де-факто, фактическое согласие с оккупацией четырёх областей Украины, хотя говорить там о полной оккупации Донецкой, ну, всех этих четырёх областей невозможно. Они в той или иной мере подконтрольны законному правительству Украины. Так что вот так и тот, и другой, я имею в виду и Песков, и Лавров, ну, верить им нельзя. А можно ли так же здесь, ну, предположить, что, собственно, длительная война, которая таким образом телеграфируется Путиным через Песково, это, собственно, ну, вот единственный вариант Путину оставаться не только у власти, но и при жизни, плюс ещё, если получится дотянуть до 2024 года и начала 2025, это новый президент США, а если это ещё и будет Трамп или Трампист, то вообще мы в дамках, всё, собственно, помощь Украине, по сути, прекратится и так далее. Ну, вот, как вы сказали, в своё время это некая такая надежда на чудо, как вот с Адольфом Гитлером в 1945 году. Ну, да, вы знаете, Гитлер ведь тоже надеялся на то, что умрёт Рузвельт, и тогда придёт Трумэн, и союзники передерутся. Они, конечно, передрались, но это было уже через, там, 3-4 года после окончания Второй мировой войны, после тотального поражения Германией. Что касается длительной войны, вы знаете, у меня-то другое ощущение. Единственный шанс у Путина завершить эту войну, хотя довольно рискованный шанс, то есть остаться у власти, это завершить войну. И я попробую объяснить, почему. Намечается и, как мне кажется, углубляется конфликт между лидером, то есть Путиным, лидером, ну, скажем уже так, практически тоталитарного режима, и номенклатуры, потому что значительные части номенклатуры, не всей, конечно, но определенной части и растущей, война лично не нужна, потому что от войны у этих людей одни неприятности, одни проблемы. Другое дело, в начале, да, был период, ну, примерно полгода, когда в Москве, ну, вообще российская верхушка надеялась на победу. И казалось, что тогда все будет хорошо. Тогда, значит, российские войска так или иначе выйдут на польскую границу, будут оттуда, как Пушкин писал, да, грозить оттуда всему миру, может быть, и вторгнуться в Польшу, такое тоже не исключено было. Сейчас победа России, и к этому, в общем, достаточно, это достаточно очевидно. Я думаю, любому человеку, более или менее разбирающемуся в том, что происходит, ну, не может не быть очевидно, что Россия войну выиграть не может. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео.